Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Густреба. Как обычно, встречаемся, чтобы все проанализировать, разобраться и расставить акценты. Конечно же, для этого мы приглашаем гостей в нашей студии. Сегодня у нас в гостях нами глубоко уважаемый Святослав Бескун. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия, рад вас видеть. И мы вас тоже. Святослав Михайлович, давайте начнем с новости, которая сколыхнула не только наше общество, но и американцев. Как оказалось, это покушение на Зеленского. В Белом доме высказались о подготовке покушения на Зеленского агентами РФ. Значит, новости о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, которые хотели организовать российские агенты, являются тревожными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каринь Жан-Пьер. Об этом сообщает «Голос Америки». Значит, 7 мая служба безопасности Украины рассказала о том, что ей удалось предотвратить покушение на президента Украины Зеленского на главу СБУ Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова. В частности, были задержаны два полковника Управления госохраны. Вероятно, их завербовала Российская Федеральная Служба Безопасности. Насколько для вас это тревожные новости и что мы должны из этого понимать? Ну, во-первых, нужно обязательно сделать выводы, как могли завербовать людей, работающих в державной охороне в чине полковника. Это, понимаете, как бы это нонсенс даже двух. Мало того, одного из них готовили к повышению. То есть, о чём это говорит? Это говорит о том, что всё-таки в Украине существует сеть глубоко законспирированных работников ФСБ, сотрудников, либо лиц, которые ими завербованы. И, на мой взгляд, теперь нужно составить план тактических оперативных мероприятий и провести ещё раз проверку всех лиц, которые хотя бы на одну минуту могут быть допущены к руководству государства Украины. Надо определить ключевых лиц, которые должны охраняться по специальной программе, используя опыт западных стран, используя опыт Европы, используя опыт Востока. Ну, короче, нужно перешерстить всех, кто имеет доступ к первым лицам. А также нужно выяснить, кто протежировал на эти должности уважаемых полковников, в кавычках, и разобраться с этими людьми. Возможно, они не только их продвинули в эти службы. А должны ли мы выяснить, как так случается и происходит, что до сих пор, уже на третьем году войны, мы узнаём о таких ситуациях. И это же не просто очередной крот в СБУ, о которых мы знаем. Это же уже намного и намного серьёзнее. Мало того, они готовили покушение на государственного деятеля, уровня. Смотрите, президент, председатель СБУ, начальник главного разведуправления – это очень серьёзный уровень. Эти люди охраняются по специальной программе. Поэтому покушение на них не может произвести один человек. Покушение не может разработать два-три человека исполнить. Это группа. И когда я слышу, что там два человека и больше никого пока нет, значит, остальные ещё не найдены. Во всяком случае, Анастасия, даже по логике тех событий, о которых нам рассказывают, таких групп должно было быть три. Мы пока раскрыли одну. А вот на что расчёт в этом случае? Ну вот, честно, я мало верю, что эта операция прошла бы удачно, да, вот по всем трём, как бы, моментам. Но пусть, допустим, моделируем худшую ситуацию, да, вот даже это случилось. А на что расчёт именно у нашего врага? На то, что у нас после этого что произойдёт? Мы в панике, побежим сдаваться России или что? Это просто они хотели бы засвидетельствовать, что система государственного управления находится на настоящем уровне, неналежном. То есть даже если вы не можете уберечь своих первых лиц государства, что говорить, например, о простых гражданах, которые ежедневно подвергаются атакам Российской Федерации. Вот и всё. Ну, то есть это такая дестабилизация ситуации. Это политический больше момент, ну и, естественно, не просто политический, это момент, который может, ну, я бы сказал, всколыхнуть даже государство на то, что если убивают или покушаются на таких лиц, то что думать остальным, как остальным работать, что правоохранительная система не работает, служба разведки, контрразведки не работает, служба безопасности плохо работает. И вообще это, ну, это плохой сигнал для... Ну, это что-нибудь такое, сравни с 7 октября в Израиле. Вот брать эту ситуацию, это что-то такое похожее могло быть. Но не дай бог, и слава богу, что оно не случилось. А вот реакция Белого дома вас не удивляет? Они просто сказали, тревожный звоночек. То есть никаких больше, скажем так, ни действий после этого, ничего такого не прозвучало. Или же, возможно, просто это не оглашается, и на самом деле что-то подобное. А что они должны были сказать, слава богу, что не случилось? Нет. Во-первых, они тоже принимают участие в охране этих лиц. Это 100%. Во-вторых, их оперативные службы и ЦРУ, и ФБР работают в этом направлении, есть специальные отделы. И если бы это случилось, это был бы и их прокол, кстати, оптичка, вот как тоже в Израиле. Но о чём это говорит? О том, что мир эскалируется. Видите, на уровне войны, на уровне поля боя, на уровне застосования ракет, на уровне ядерных погроз, а еще и на людском уровне, то, что угрожает конкретным государственным лицам. Мир эскалирует ситуацию. Да, к большому сожалению. К большому нашему сожалению. Сегодня российская армия опять кошмарила всю Украину ракетами, дронами, шахедами, всем, чем могла, как обычно. Ударила по учебному заведению в Харькове. Пострадали трое детей, двое взрослых. От обстрела оккупантов получили ранения харьковские мальчики 12, 13, 15 лет. Пенсионерка и мужчина 55 лет. Как, по вашему мнению, вот эти просто уничтожения, испепеления Харькова, Одессы, которые они же в своих пропагандистских программах и так далее называют русским городом, Одесса, возвращайся. Как это укладывается даже вот в эту пропагандистскую парадигму? Ну, я меньше всего думаю о том, какую пропагандистскую парадигму они придумали. Меня больше беспокоит жизнь наших граждан, их безопасность. И хотелось бы все-таки обратить внимание наших партнеров, на что президент каждый раз обращает внимание. Где ПВО? Где те ракеты? Это же Харьков и Одесса. Там же не ракеты дальнего какого-то там радиуса действия. Там средней дальности. Ну, можно же поставить ПВО, которое бы защищало города, хотя бы центр города, чтобы не убивали людей. Ну, мы же не можем эвакуировать миллионные города. Ну, для чего тогда эта война нужна, если мы начнем эвакуировать миллионники? Да, абсолютно точно. И вот тут удивляет как раз-таки реакция тех, кто может нам это ПВО дать. Понятно, что там есть страны, которые не могут все нам передать, ну, хотя бы частично, грубо говоря. Пока я слышу от Европы, от многих чиновников о том, что да, Киеву надо ПВО, да, Украина не должна проиграть, да, Россия не должна выиграть. Вот тут Рамштайн. Смотри, Настя, был Рамштайн. Ну, приняли там какое-то решение по поводу закрытия неба в Украине или нет? Ну, хотя бы частично. Нам ничего об этом неизвестно. Но надо было поддержать наших людей. Надо было сказать, что Рамштайн сегодня работает, страны НАТО над... Мы собираем все противоракетное оружие, противосамолетное, собираемся закрыть частично небо над Украиной. Ну, хотя бы надежду какую-то вселить людям. Да, не могу с вами не согласиться. Более того, вот меня заинтересовало высказывание Италии. Значит, война в Украине закончится только тогда, когда Киев полностью восстановит свою территориальную целостность, заявил президент Италии Моторелло. Значит, об этом он заявил 7 мая. Глава Италии добавил, что его страна сейчас председательствует, J7 выступает за законы и уставы ООН. Значит, любое государство, независимо от размеров, не имеет права угрожать ядерным оружием или нарушать принципы территориальной целостности. Мирный договор не должен вознаградить агрессора или унизить того, на кого напали. В противном случае будет создан новый опасный прецедент. При этом в правительстве Италии заявили, что они запрещают Украине использовать ее оружие вне своих границ. Одна Британия пока только сказала о том, что да, это законные военные цели, пожалуйста, можете пользоваться. Больше, конечно, демагогия, потому что Италия нам меньше всех помогает. Да. Президент должен так говорить, у них выборы в Европарламент, выборы там еще куда-то. Естественно, спасибо ему, что он делает такие красивые, хорошие заявления. Ну, я об этом говорю уже год, что война закончится только тогда, и президент об этом говорит, и вменяемые люди об этом говорят, что война только закончится тогда, когда последний русский вояка уйдет или вынесут его из территории Украины. Раньше война не закончится. Вот, поэтому лучше бы вместо красивых фраз президент Италии провел в парламенте закон, где бы бесплатно дали Украине, ну, хотя бы у них есть, точно у итальянцев, есть очень хорошие дроны Камикадзе. Они летят почти на 2000 километров. Еще пока ни у кого таких дронов нет, как Виталий. Вот, было бы неплохо, если бы итальянцы в приложении к этому прекрасному спичу, который мы с вами абсолютно поддерживаем, я уверен, еще бы дали штук 500 этих дронов. Вот это было бы классно. Да, мы бы не отказались, это точно. Давайте о Британии немножечко детальнее. Во-первых, то, что Британия действительно разрешила, об этом сказал Кэмерон, использовать свое оружие даже для нанесения ударов по территории России, так как это представляет интересы Украины, на это отреагировали в России, начали там сразу паниковать, как обычно, ядерные угрозы и все остальное. Вот сегодня Британия выдворит военного атташе России. Она лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости, а также ограничит срок действия дипломатических виз для представителей Российской Федерации, об этом сообщает Reuters. Британский министр внутренних дел Клеверли заявил, что эти действия являются следствием злонамеренной деятельности России по всей Британии и Европе. А у меня вопрос, почему, к примеру, Британии не следуют другие страны, ведь все прекрасно знают о агентуре, о том, чем занимаются российские дипломаты, и все это видят. У нас каждая страна является независимым, самостоятельным государством, у которого есть своя власть, свои политики и свои политические интересы. Поэтому, почему другие не делают то, что делает Британия, это риторический вопрос. Они возьмут пример с Британией и сделают то же самое. А тут я еще вот такой мисточек порыкыну. Да, более того, не делают это один вопрос. А второй вопрос, то, что некоторые представители стран Европейского Союза, еще и, вы бычитесь за такое украинское слово, попхались на ту инаугурацию Путина. Это, во-первых, в том числе Франция. Ну, Венгрия нас не удивляет, но вот Франция удивила это раз. И более того, в Еврокомиссии заявили, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой инаугурации Путина не ставит под сомнение позицию Евросоюза о поддержке Украины. Это событие в Москве было скорее протокольным вопросом, включая приглашение пословий стран во всем мире. Большинство стран-членов решили не участвовать, по причинам, о которых говорил высокий представитель Боррель. Об этом сказал, значит, Стана. Как же, ну, не влияет, ну, вот зачем вы туда едете, если это там не влияет, если, ну, вот вроде бы как Европарламент не признает, а едут. Такое впечатление, что они друг с другом не общаются. У меня сложилось впечатление, одно говорит Боррель, другое говорит Макрон, третье говорит Шольц. Ну, такое впечатление, что они вообще друг друга там не видят. Я вообще не знаю, как они работают, но будем думать, что они хотя бы общаются, да. Но можно было посоветоваться, поднять руку и сказать, вы едете, нет, не едем. Ну, и мы не едем, ну, и вы не едете, и все. Ну, да или нет? Нет, вот каждый, ну, с другой стороны, каждая страна, это же индивидуум. Ну, нельзя всех, нельзя всех причесать под одну гребенку. Ну, это ничего не значит. Ну, поехал какой-то там клерк, постоял, и что, от этого изменится отношение Франции к Путину и к России? Нет. Они нам будут помогать, они будут давать оружие, если нужно, поддержат нас силой. Ничего не поменяется. Это все дипломатические реверансы, на которые нужно обращать внимание. Кстати, поддержат нас силой. Президент Франции не отказывается от своих слов, значит, о том, что военные Франции могут войти в Украину. Были названы, значит, даже некоторыми, такие, красные линии. Это вступление Беларуси в войну. Это, если будет наступление и захват... Да, Прибалтика, Харьков и Одесса так же назывались. Но в то же время появляются информации о том, что на этом летнем саммите НАТО подпишет документ, который будет гарантировать, что НАТО не втянутся в эту войну. Так, где правда тут? Правда? Я же вам говорю, такое ощущение, что у них нет телефонов. Они друг с другом не разговаривают. Ну, может, они обиделись где-то там друг на друга. Может быть, кто-то кому-то из президентов в прошлом году в трамвае наступил на ногу. И он с ним не разговаривает. Мы же не знаем, понимаете? Они же ездят в трамвае. Наши были не менее закрыты, а те в трамваях, в троллейбусах ездят, в электричках. Вот, поэтому могли что-то там на ногу друг другу наступить. Такое впечатление, что они действительно не согласовывают свои действия. Ну, вот, да, Италия пишет, что нет, не один там сапог типа, а другой говорит, нет, мы пойдем и будем помогать. Ну, для этого и саммит НАТО собирается. Для того, чтобы это обсудить, принять решение. Что же мы будем все-таки делать? Так мы будем идти или мы не будем идти? Мы поддержим Украину или нет? А вообще-то, где оружие, которое нам обещали в шестой месяц? Мы-то вообще-то должны понимать, когда уже эти снаряды, бомбы и ракеты окажутся в наших руках. Ну, пока на время идет американская помощь. Можно было из Европы по-быстренькому кинуть нам пару патриотов, пару вот этих зенитных установок, чтобы хотя бы наши города прикрыть наших дедов? Ну, не знаю. Конечно, можно было. Все вопрос желания, наверное, и мы с вами это понимаем. Давайте о Китае, китайском влиянии. Си Цзиньпинь вояжировал в Европу, значит, это Франция. Вроде бы как поддержал инициативу Макрона о Олимпийском перемирии, но Макрон нам обещал, что он его будет просить, значит, давить, собственно говоря, на Российскую Федерацию. А заинтересован ли в этом Китай, во-первых? И к чему тогда был с китайского интереса привязан этот вояж? Ага, вот вы, я помните, рассказывал и у Карасева на «Лебеди», и на других программах, что китайцев надо знать, надо быть востоковедом для того, чтобы понимать, я не востоковед, но то, что я вижу и понимаю, это вообще такой был реверанс отомщу со стороны господина Си, потому что к нему ездил Шольц, к нему ездил Макрон, все его приглашали, с ним хотели договариваться, а он взял, приехал, сказал, что сказал Макрону, мы не знаем, но Макрон потом сразу сказал, мы не будем воевать с Россией на второе утро после визита, не знаю, какой там разговор состоялся, вот мы не хотим воевать с Россией, сказал Макрон с утра, вот, а потом уже он поехал в Сербию и в Сербии он же почтил память погибших журналистов в посольстве китайском, которое было разбомблено, бомбами НАТО, то есть он там постиг, то есть это был китайцы, они символисты, у них все символика, они живут миром символов, у них даже письмо такое символическое, веник, сабли, там папа, мама, труба, там вот у них такое, да, они символисты, их надо понимать, вот если он поехал, и если он встал на могилу этих трех китайцев, или там какой-то мемориал, или еще что-то, которые убили, убиты оружием НАТО, он всему миру сказал, что я чту их память, и мне не нравится, что это произошло, и Китай сделает все, чтобы это не повторилось. То есть нам какой-то поддержки, какого-то, какой-то такой истории не ждали. Да, это явный намек на то, что я не на вашей стороне. Это правда. Это правда. Да, к сожалению, давайте возвращаться к нашим, так сказать, реалиям. У нас сегодня Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных. За это решение проголосовали 279 народных депутатов, об этом написал у себя в телеграм-канале Ярослав Железняк, который также является народным депутатом, мобилизоваться из тюрьмы не смогут депутаты, часть топ-коррупционеров, виновные в тяжких преступлениях. Речь идет, например, о убийствах, изнасилованиях, педофилии и так далее. Номер этого законопроекта 1 10 79, значит, он предусматривает мобилизацию, а также военную службу по контракту с заключенным во время военного положения и предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания соответственно с последующей службой по контракту, чтобы мобилизоваться, кроме желания осужденного, необходимо и решение суда. Как вы расцениваете эту историю и как это будет действовать? решение очень правильное, решение несвоевременное, я о нем говорил еще два года тому назад, что это нужно сделать, потому что молодые здоровые ребята, совершившие незначительное правонарушение преступления, сидят в тюрьме в то время, когда они могут приносить пользу и находиться на фронте и, так сказать, смывать кровью свою вину и служить в вооруженных силах, но обязательное условие это решение суда, так как суд будет определять, он уже исправился, не исправился, может, не может, все эти показатели психические, психиатрические и показатели его совершенного преступления, может ли он быть исправлен и перевоспитан путем нахождения в армии, единственное, что там непонятно, административный надзор за ними возлагается, не знаю, или они это оставили, возлагается на командиров частей. Ну, имеется в виду административный надзор, чтобы он не покидал распоряжение части. Ну, ничего страшного, но я бы назвал это не административный надзор, я бы это назвал переходит как бы под действие устава вооруженных сил Украины. То есть, замесь админнадзору на данного военнослужащего распространяются правила устава вооруженных сил но не оставили административный надзор. Но командир части не может осуществлять административный надзор, это делает специальный орган. Все. Точка. А вы верите в то, что это нам действительно поможет, вот учитывая наши реальные... Ну, то есть, условно, да, там, если посчитать... Я же правильно понимаю, что это будет добровильное решение, то есть не смогут там никого заставить? Нет, это будет добровильно, и я не вижу в этом ничего плохого. Ну, понимаешь, Анастасия, даже тысячу человек, даже 500, даже 1500 сегодня это помощь нашей стране, войне. Поэтому на фронте нам нужны люди. Все. Как вы оцениваете темпы и качество нынешней мобилизации? Уже появляются в сети... Ну, во-первых, вот эти видео постоянно как кого-то там куда-то трамбуют, пакуют, это отдельная история. Плюс недавно разгорелся скандал вокруг Натальи Масичук, которая сказала СБУ, пройдя до кожного, имея в виду, что надо идти в ТЦК, проходить ВЛК и так далее. Потом она сказала, что адресовала это только тем, кто пытается подорвать мобилизацию. В сети все чаще появляется видео «101 лайфхак, как избежать ТЦК, ВЛК и всего остального». И в то же время мы видим нехватку людей на фронте. Да, ну это естественно. А, ну есть люди, которые боятся. Это, ну естественно, человек должен бояться. Но ситуация такая, что речь идёт о выживаемости страны, государства. Поэтому закон этот был нужен. Он нужен был в 1922 году. Закон этот был нужен в 1922 году. И ещё я бы всё-таки дополнительно к этому закону, я не буду обсуждать, кто там бегает, кто там прячется, к каждому придут, не к каждому. Это уже третий выбор. Придут уже, не придут, ну такое дело. И я бы всё-таки поработал бы над проектом закона о демобилизации. Потому что это, мне кажется, ещё всё-таки важно. Люди рассчитывают на какой-то период. Да. Ну, война может быть и пять лет, и семь. Я же говорю, война закончится только когда последний оккупант уйдёт с нашей территории. Вот поэтому нужно обязательно понимать, что мы должны дать людям шанс выжить. Выжить и жить. Вот это очень важно. Никто не хочет служить, пока его или не ранят, или не убьют. Понимаешь? Вот, то есть он должен знать, три года, два года, два с половиной, три с половиной. Он должен знать, через сколько он получит отпуск, например. Через сколько его демобилизуют. И если он сохранится, он героем придёт домой не как убежавший, не как раненый, не как откосивший, не как контуженный, а как герой, который защищал свою страну. Ну, дайте людям стать героем. Ну, не делайте из них непонятно кого. А я вам скажу, что скажут оппоненты этого всего. Они скажут, хайдиты-дапутати ведут. А почему они за границей учатся и передают нам оттуда приветы или не идут вообще? А почему активисты, которые сидят, проводят там свои, значит, телеграммы ведут, и блоги, и всё, а почему они не идут? Вот такие зададут вопросы. Ну, вот как по мне, я смотрю на эти рожи, извини меня, этих некоторых товарищей, ну, товарищей мне тоже нельзя назвать, вот, ну, я вообще не понимаю, почему ТСК его до сих пор не забрало. А если кто-то ему дал бронь, и он сидит это в экране и рассказывает, как нужно воевать, кого надо любить, кого нужно не любить, кому куда идти, и чем заниматься, все донатят, он донатит, той донатит, а какой хрен донатит? Донатит вот, девушка донатит, дедушка донатит, бабушка донатит, донатят люди, которых не берут на фронт, они не могут воевать, они хотят, а він донатить, а вот такое волонтерище, ходит такие, два метра роста, морда в телевизорный влазит, и я бачу, варят кашу, раздают ци солдатики худенькие, знаешь, такие ребята, я как посмотрел это видео, а там такие ящики двухметровые, варят кашу и насыпают в эти пластиковые мыски, ребята сидят с хлебом, едят, я сижу думаю, ну блин, хоть бы рюмку налили пацанам, тоже мне волонтеры, блин, понаходились, то есть мне в шоке, честно, машину привоз, будка вылезла из машины, машина разваливается, упала, он машину привез, да слушайте, все девушки, кто умеет водить, все довезут эту машину, надо ее на машине, привезут на другой, притянут за веревки, ты иди в армию, защищай родину, не волонтер охранительный, ну короче, это вот, если вы возьмете, сколько таких сегодня волонтеров, по бумагам, по шляхам, по машляхам, которые выезжают, заезжают, типа что-то возят, а то, что возят, еще половину продают и перепродают, где гуманитарная помощь, которую возили три года, вы знаете, что только 60% дошло до фронта, и дел так и нет, никто не отреагировал на эту, на эту, кстати, министерство, надо дать должное, министерство обороны, оприлюдный лоб, и молодец Умеров, я его так как бы недолюбливал особо, вообще было за шок, да, его любить, но вот молодец Умеров, что он все-таки оприлюдный, напечатал, рассказал о том, сколько украдено, какой период, сколько не дошло гуманитарной помощи, вот это, на мой взгляд, он совершил в каком-то, даже ракурсе поступок, даже поступок, потому что, не знаю, значит, как бы, что его спонукало, но я думаю, что его совесть и честь, и это к его большому моему уважению, я не люблю петь людям дифферамбы, я не особо люблю людей, но, я извиняюсь, особенно мужчины, вот, то есть, ну вот, что касаемо вот этого, так надо было бы разобраться, где делись они, и кто ее возил, кто ее перевозил, где эти донатчики, которые садились за руль этих монтажевок, и ехали на фронт, и не доезжали, вот тут надо разбираться, а я смотрю, у нас обеспечением фронта занимаются быки по 2 метра роста, абсолютно здоровые ребята, в возрасте от 25 до 35 лет, а на фронте у нас солдат 43 года, средний возраст, это что такое? Ну вот, да, вопросов много, напоследок, не могу вас не спросить, естественно, о том, что происходит в энергетике, во-первых, сегодня уже предупредили всю Украину, что с 6 вечера до 23 могут быть отключения, правительство, создало штаб подготовки к следующему отопительному сезону, значит, президент заявлял о том, что, ну, практически вся тепловая генерация уничтожена, мы видим, что атаки продолжаются, поговаривали о том, что там будет отставка Кубракова, наема вызывали на ковер, потому что защита не сработала, очевидно, которую готовили, да, у меня вопрос, а будут ли нести ответственность действительно люди, которые брали из бюджета деньги, а вот мы пришли к тому, что сейчас у нас, ну, я понимаю, виновник тут один, да, и если бы не было атак, этого всего бы не было, но где деньги? А все, что касается у нас денег, которые выделяют на оборону, на защитников, на войну, у нас всегда почему-то где-то что-то куда-то пропадает, вот, я, например, не знаю, я уже тысячу раз говорил, я повторяю, что в конце концов восстановите вы генерального, заместителя генерального прокурора, тире, главный военный прокурор Украины, у меня такой был, я такого человека создал, и у него была институция, которая называлась главная военная прокуратура Украины, у нас был военный трибунал, у нас была юстиция, у нас были дознаватели, мало того, надо создать центральное, ревизионное, главное управление, ревизионное управление Збройных сил Украины, там должно быть не 20 человек, а 200 человек, там должны быть люди, не связанные с воинской службой. Это искусство управления государством, понимаешь, Анастасия, это искусство приобретается не сразу, оно приобретается с опытом, но уже же нашей власти 5 лет, опыт уже есть, поэтому стоит немножко еще поднапрячься, и все будет хорошо. Надеюсь на то, что все будет хорошо, если чуть-чуть поднапрячься, потому что пока я вижу только напряжение в обществе, к сожалению, но я очень надеюсь на то, что наши зрители, которые нас смотрят, сознательные люди, и они сделают правильный... Поставили лайки и поддержали наше с тобой выступление. Это в первую очередь, и тут даже без сомнений. Святослав Михайлович, спасибо вам большое за разговор и за то, что вы нашли время. Святослав Пескон был сегодня в гостях на Политеке. Друзья, благодарю вас за то, что вы с нами. Обязательно подписывайтесь. Это не я сказал, это Святослав Михайлович сказал. Он человек уважаемый, он глупости не скажет, поэтому надо прислушаться и сделать. Я могу глупость сделать, но сказать не нужно. Вот, вот, понимаете? Поэтому обязательно. И мы с вами увидимся в следующих эфирах. Вы себя, пожалуйста, берегите. Субтитры подогнал «Симон»